Я забыл запросского суда об изъятии документов и компьютеров. Они приехали, борьбали сюда. Использовались. Платы штук-наручник, грошевых чек и в наказе документов. Заищил документы. Тут не было документов, естественно. Ишли в первую этапе на СВД. Я говорю, что вот факт предпочтения. А после говорили, а какой-нибудь другой документ они предъявляли? Вот, ухвало и все. И дальше был составлен протокол. Только когда нам дали эти документы, когда мы вызвали милицию. Вообще не хотели не разговаривать. Без собственника, без адвоката. А кто их начали? Там. Они уже, наверное, спрятались, сидят по машинам. Из Запрожья 20 человек спецназа приехали. Так, и что они сейчас делают? Загрузили машины и хотят вывезти. Работники коллектива стали, не пускают вывезти. А это те, которые спецназ стоят? Да. Вот, в масках. Видите, входит. Из Запрожья приехали. А что они в масках? Ну, вот здесь они. Ура! 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 Пошли! Пошли! Ура! 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 Картошеков Постальные цер rifles Куббот П Panzo Пşlly Юра ПREKA Вот, папка с договорами. И вы им дали копии, они говорят, нам не надо отправлять его за кросс. Удостоверение. Что это за кросс? Подозрение, что этот кросс может быть без документов. Подождите, подождите. Вот это кто-то не хотят. Вчера на камеру просили показать удостоверение. Он говорит, я следователь за удостоверением обращающихся в службу. Медпредслужбы вам ничего показывать не будут. Почему вы вчера? Вы покажите удостоверение свое, работник правоохранительного органа. Покажите. Развами телерепортеры полчаса нет. О, ура, ребята, у нас прогрет. Мы со вчерашнего дня наконец-то увидели его удостоверение. Нет, я доверен, что это придавание университета. Я не вижу документа на основе чего он сейчас забирает этот курс. Вы тоже этого не видите? Я не вижу основания этого. У вас нет документов. У вас не было у этих людей груз, которые дабили за это, которые платили. Там люди это выращивали. И они, это им предложили. Мы вчера займились. Забрали груз. Без странного документа. Потому что это не в нем. Вы сейчас, что значит? Это что? Это протокол. Составление протокола, что вы забрали груз? Не привыкли никого. Протоколе мы не забрали. Мы не дали его надместное хранение. А где-то надместное хранение? А где-то надместное хранение? А где? О каком документе написано? Нет, подожди. Еще раз говорю. Где документ? Документ где? Мы еще не стыдим. Он едет побольше. Какая картаука? Когда вы гружаете груз и когда придет, тогда заберете? На основе чего вы крадете груз? Я кражу. Это называется захват чужого имущества. Вчера. Вчера. Нет. Не было. Покажите на основе какой статьи вы взяли временное имущество. А кому бы возвращать документы? Как значит? Вот это что было. А фирма, которая берет на хранение, они определили, она находится? О! Директор. Значит. Кто это? Куда они берут на хранение? Скажите. Директор. Никто не открещивается. Отговор. Где? Где поднажите? Где поднажите? Вот. Вот стоит. Вот. Покажите нам документы. Мы предоставили следователь милиции. Записали заявление. У нас фирма делает это на хранение. Мы предоставили. Мы следователь милиции. Мы жмичали это преднажение. Мы заявление на нас написали. Вчера меня никто не пустил. Я вчера стоял с 6 утра до 11 вечера. Никто меня не пустил. Даже не писал, что сделал. Пока мы не приехали. А все равно сводили. У меня не пускали никого. Ты пизди. Им пускали не пускали. Везок назад. Везок назад. Везок назад. Я так считаю. Везок назад. Во-первых. Вот это вот. Возвращение. Возвращение. Он попал по телефону. Он сначала сказал. Он не понимает. О чем идет речь. А потом перестал брать груз. Вот. Они в протоколе указывают название этого предприятия. Кому они якобы usher передали груз. Скажем. Скажем. Вот. Предприятие tof. ад 27. Передано. А вот он этот груз. Никому не передал. Еще вам покажет документ, что если у нас стоит в руку, вы его передали. Есть так, как мы его передали, что-то приезжает, взрывался, поступил. В данном храме, если он существует, поднимаем, есть у него вступление в метр, здесь есть сомнения, там все... А еще, ответьте, пожалуйста, на один вопрос. Почему вы вчера нанимали за наличные деньги грузчиков, причем один из них был несовершеннолетний, и грузил эти орехи до полдвенадцатого вечера? Ну, во-первых, у нас, если вы должны сошелить, А наличное наличное вы имеете право нанимать грузчиков? Они что, добровольно выгружали? Водители в курт приехали, вот... Деньги, откуда деньги выгружали? Расскажите, за какие деньги вы наняли эти грузчики? За какие деньги, я вам спрашиваю, и народ спрашивает, за какие деньги вы наняли людей? Я знаю, что у вас командировщики выдают, а что? Бесплатно, бесплатно работали, либо... Это оперативные сотрудники вчера вон грузят? 13-летние, 13-летние или 14-летние... Подождите, есть ли, покажите мне этих оперативных сотрудников? А вчера чего придется, чего поломали камеру вообще? Сказали, что нельзя нас снимать, а они сами снимают нас. А эти люди, дежурники, которые не окружены, не заборят. Извините, тут... Вы знаете, с кем я храняем? Вот с камерой, и на странице... Нет, правильно. А вот они вам наблюдали, зачем камеру хламать. Дело в том, что вы прекрасно понимали, что есть ореховая мафия в стране, которая нанимает вас, грузчиков, перевозчиков, платит вам наличным, чтобы люди не могли нормально покупать орехи и продавать их нормально. Вы потом, ваши начальники в СБУ, долога вымогают у этих с каждой фуры 10 тысяч, 12 тысяч. Сколько у человека у человека здесь? 40 тысяч. Скажи, скажи... 40 тысяч. Спасибо. Человек подошел для решения этого вопроса. Тот, которых вы наняли в спортивных костюмах, мальчики, МТФ-ка. Идем показать, мальчика, показать, которых вы наняли. Вот так он меня показал. Это оперативный работник? Вот там мы стояли, они уже что-то не убежали. Все такие поняли.